друзья всем привет всех раз приветствовать на своем канале сегодня уже третий день с того момента и поставил 20 кубовый насос который по факту у нас выдает чуть меньше потому что высота подъема у нас это весь боку было вот зелененький наш 20 кубовые и на высоту полтора метра даже больше еще два метра возьмем так он в итоге выдает у нас 14 кубов вот это все равно раз пять больше умеет тут маленький насосик стоял и это не ну не даром все очищает воду очень много грязи выходит прямо вот там где малек датусит не видно колготки обсасывают вот здесь фильтры вот допустим за сутки я уже тернии два раза в сутки прочая один раз в сутки и там прямо вот горсть вот такая вот горсть вот этого осадка то есть еще покажу и вот выкидывал чека это она уже усохла вещь здесь выкидал то есть вот такая горсть просто твердого твердого его грязи плюс колготках очень много потому что здесь биозагрузка крутится можно посмотреть уже все она чистенькая внутри бактерии снаружи тоже должны быть но пока вот так как я говорил и мне надо сегодня будет заявить штуцера купить тренинг и чтобы здесь аэрация тоже было от этого диска кину сюда чтобы там тоже булькала чтоб не заставилась грязь а выходила все и очищалась вода ну и чтоб дополнительное движение было вот так что такие вот дела потихонечку очищается вот тут малек тусит малек большая рыба дома не все конечно уже намного лучше просматривается вода уже спокойно видно сантиметров 30 наверное но все же не идеально и не идеально это наверное за то что все-таки не работает ультрафиолетовая лампа точнее умею нету когда она я думаю что это основная причина почему цветет вода но как бы вот увеличили мой поток воды пароход и сразу как очистилась как и начала очищаться быстро вода потому что поток это очень сильно влияет на состояние тоже я сколько раз привожу пример вот у меня когда они в пересадке были за домом там в таком квадратном баке такой же объем рыбы и их также кормил но там вода была кристально чистая потому что насос там справлялся в разы больше с превышением чем там объем есть ну короче очень он прокачивал я вычищал фильтр и как бы все время вода была в отличном состоянии хотя там даже кажется аэрация умею не работала мне даже и рад станет вопроса вода самотеком текла через два ящика а зона работает также по полчаса вот заработает полси не работает запаха вообще тут нету захожу в любой момент когда он работает уже полчаса отработал только включился захожу ну вот так чуть-чуть легкий запах но такой запах знаете это больше как правильно говорят свежести чем самого озона вот это убийственного потому что убийственный озон я знаю я уже надышался есть опыт а вот свежесть вот это про которые говорили это да так что такие дела а тут малекая тусит пожрать то это побежали есть тусит а они вот ну что-то вот осадок что ли вот оставим движение воды есть на колготках остается осадой какой-то либо это из этого из бака там всякие червячки жучки образуются они стоком воды уходит сюда и может через микро пор вот эти они как-то вытаскиваются и они поедают потому что здесь и большие пусть от большего там то есть это посередине кило но здесь отсвечивает короче делаю все возможное чтобы улучшить качество воды чтобы она очищалась и была чистенькая пока нововведения никаких нету все так же течет все так же проходит вода через донатор этому подвешенный чтобы не нагревался это прекрасно работает и охлаждается от озонатора внизу вентилятор работает охлаждает озонатор и четко выходит на него и охлаждать его дополнительное охлаждение солнечный день это самое то вот так что такие дела не знаю может верну сюда качестве эксперимента обратно растение у меня там еще высажены много всяких разных помидоров и огурцов посажу может поверить но чтобы проверить как будет действовать на них озон не будет действовать озон который здесь но я его вообще не чувствую как бы находя здесь запаха нету форточка вот вот эта маленькая форточка наше время открыта круглые сутки вот такие вот красный тусит конечно да плоховато видно еще вода не чисто но ничего страшно на днях как денежки появятся поеду куплю ультрафиолетовую лампу блок у меня есть сделаю из 110 трубы 110 трубу вставлю его врежу в эту в свою систему где мы ближе вот сюда вот здесь здесь вот сюда я в самом конце врежу и не пускай она в конце уже это все обезвреживает или же может быть даже здесь сверху здесь большую сделаю трубу эту через нее чтоб проток шел но я хочу вот здесь сделать потому что озоном добивается всякая нечисть которая есть и плюс потом будет ультрафиолету здесь вот в конце ну просто уже выжигать все что есть получится у нас будет стекать идеально чистая вода как сказать стерильная вода вот если вы считаете что здесь не стоит самом конце составить обязательно напишите комментариях объясните почему давайте пообсуждаем пошли это важный момент куда ставить вот здесь в конце после после того как пройдет механическую очистку аэрацию биозагрузку а озонацию вот так озонацию 1 2 3 и здесь ультрафиолет давайте пообсуждаем эту тему в комментариях очень буду рад выслушать ваше мнение советскими доводами и соответственно сделаем так как общее мнение решит правильно потому что я в химии физики но там не особо микробиологии что где когда лучше ставить поэтому кто изучал этот вопрос обязательно напишите буду рад прочитать ваши комментарии также большое спасибо всем тем кто помогает финансово кто скидывает денежки хоть и небольшие но я каждому рад каждому спасибо кто скидывает потому что копейка рубль бережет и я смогу на них покупать разные разные приблуды которые могут усовершенствовать наш пруд мой пруд и чтобы вы наблюдали за рыбками вот ладно на этом я заканчиваю увидимся в новых видео обязательно подпишитесь всем пока